Ну что, друзья, давайте разбираться с личным контентом. Что это? Для чего это? Как работает личный контент? Почему он вообще нужен людям? Почему именно вам нужно снимать личный контент в блогах? У меня появилась задумка после того, как я снимала какие-то экспертные сторис и получила много вопросов про личный контент, снять такую большую инструкцию касаемо личного контента. Мы здесь не будем разбирать экспертный контент, мы не будем разбирать какие-то нюансы продвижения, но мы погрузимся максимально глубоко именно в контент личный и разберемся, как это работает, как снимать, где искать идеи, почему это важно и так далее. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша, раньше вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст «Матерь бложья». Я рассказываю в нем обо всем, что связано с миром социальных сетей. Как вести блог, как продвигать его, как в нем продавать. В общем, если вы в поисках информации о монетизации личного бренда, о том, как его вообще развить, как продавать свои товары и услуги, как подписчиков получить, то вы оказались в нужное время, в нужном месте. Подписывайтесь на мой канал или на мои площадки аудио, если вы сейчас слушаете этот подкаст, а не смотрите. Кстати, если вы слушаете, то советую вам смотреть, потому что сегодня у нас выходит экспериментальный формат видео с презентацией. Я поняла, что больше всего моим зрителям заходит, когда я прям глубоко погружаюсь в какую-то тему и, например, выкладываю выступление с конференции. И все такие, вау, вау, очень круто, спасибо большое. И я к этой съемке готовилась прям три или четыре дня, наверное. То есть я делала презентацию, сейчас на экране есть слайды. Для тех, кто слушает аудио, я знаю вас очень много на нашем подкасте. Я постараюсь все описывать словами, вы все равно все поймете и сможете послушать. Но просто знайте, что в этот раз мы не только, так сказать, в звуковом формате информацию отправляем вам, но еще и в визуальном. Еще несколько фактов обо мне для тех, кто, может быть, впервые смотрит, увидел меня в рекомендациях Ютуба или еще что-то. Я, наверное, самый популярный блогер про блогинг. У меня 4 миллиона подписчиков в Инстаграме, и я делала запуски с максимальным оборотом больше, чем 500 миллионов. Вот. Была номинанткой Forbes 30 до 30, живу в Дубае, мне сейчас 29 лет. И подкаст, который вы сейчас смотрите или слушаете, это самый популярный подкаст про блогинг на русском языке, чем я очень горжусь и безумно благодарна всем зрителям и слушателям. Что сегодня будет? Я разделила эту лекцию на три части. В первой части мы разберемся, почему личный контент продает, почему его надо снимать. То есть я вам постараюсь объяснить, как вообще это работает, потому что огромное количество людей вообще не понимает, зачем нужен личный контент, и думает, что мы блогеры снимаем просто потому, что нам нравится делиться своей жизнью, и у нас такая привычка, я не знаю, что-то типа того. Нет, нам нравится, но есть очень четкие причины снимать личный контент, даже если вы ведете чисто экспертный профиль. Вторая часть лекции будет посвящена видам и форматам личного контента. То есть какие они бывают, на какие категории делятся, там вы получите конкретные идеи для личного контента, и разберем много примеров. И, наконец, третья часть будет посвящена тому, как конкретно снимать эти сторисы, где брать идеи. То есть по итогам этой лекции, я надеюсь, у вас останется полное понимание как каких-то основ и базы, то есть того, как это работает, и как это устроено так, и конкретных инструментальных приемов. И в моей голове какой идеальный результат вот этой проделанной работы нашей совместной мы получим, чтобы вы пошли в свои блоги и сняли классный личный контент и продолжили его снимать. Спасибо, кстати, огромное, что каждый день пишете комментарии и отмечаете подкаст у себя в Инстаграмах. Я каждый день смотрю отметки и вижу, что, ну, мне приходят они реально десятками. И хотела прям отдельное время видео выделить и подсветить, что я суперблагодарна. Я реально огромную благодарность испытываю ко всем своим зрителям и слушателям, и особенную тем, кто пишет комменты и отмечает меня. Потому что это очень помогает развитию канала и тому, что про мои лекции, про мои видео узнают большее количество людей. Ну и кто на меня подписан в Инстаграме, тот знает, что я регулярно выборочно репощу отметки с подкастом в свои сторис. И таким образом люди получают охват новых подписчиков, ну, а я получаю классные отзывы про подкасты у меня в сторис. Этот раз будет не исключением. Я обязательно кого-то из вас зарепощу, поэтому буду ждать ваши отметки с инсайтами. А среди тех, кто оставит комментарии, я разыграю несколько приятных денежных призов для того, чтобы вам было еще приятнее смотреть этот подкаст и его комментировать. Так что жду ваши инсайты, жду ваши мысли, жду ваши какие-то выводы, обратную связь на подкаст. С удовольствием буду все читать. Для начала разберемся, что вообще такое личный контент. Если сказать очень просто и очень грубо, это любой контент, который раскрывает вас как человека, а не только как эксперта. То есть это любой контент, который раскрывает, как вы живете, какие у вас события в жизни происходят, как вы к чему-то относитесь, как вы мыслите, откуда вы пришли, куда вы идете, то есть какое у вас прошлое, какие у вас цели и стремления на будущее. В общем, это все то, что касается не только вашего, так сказать, профессионального аватара, но еще и просто вас как человека. Сразу скажу, что сейчас уже крайне условно разделение на личный, на экспертный контент. В целом моя философия, моя идеология, моя методология заключается в том, что очень важно снимать и то, и то. То есть очень важно, чтобы в блоге был и личный контент, и достаточно сильный, экспертный или там просветительский какой-то на вашу тему. Условно можно его назвать полезным контентом, потому что без экспертного контента все-таки чисто на личном далеко тоже не уедешь. То есть не будет таких высоких продаж, не будет такого доверия, как эксперту. Но достаточно условно вот это вот разделение, что вот это личный, вот это экспертный. Потому что на самом деле любой хороший, качественный экспертный контент, он на самом деле является личным контентом и наоборот. Потому что нельзя отделить классный экспертный контент от каких-то личных фактов. Например, если я выхожу в блог, рассказываю историю, как я стала блогером, то есть я с одной стороны раскрываю, очевидно, свою личную историю. Но является ли это экспертным контентом? Конечно, это является экспертным контентом, потому что это показывает меня как эксперта по блогингу и по продвижению. Соответственно, классный экспертный контент всегда раскроет вас как личность. Потому что когда мы показываем свои профессиональные качества, свои профессиональные победы, свои кейсы, даже просто свой подход, как мы там, какими словами это описываем, в этом просто сквозит наша личность априори, если мы только не ведем блог в стиле Википедии, что является большой ошибкой. Ну и наоборот. То есть личный контент, он как эксперта нас тоже продвигает, но об этом чуть-чуть попозже. Еще один пример. Вот даже сейчас сто процентов вы смотрите эту лекцию, и помимо того, что вы сейчас впитываете какие-то знания, получаете конкретные инструменты, у вас по-любому формируется какое-то отношение ко мне. И не просто как к профессионалу, а как к девушке, как к личности. Вот напишите, так это или не так. То есть настолько неотделимо на самом деле это понятие, что это все вот так смешано между собой, и очень сильно это все условно. Но я замечала, что существует две крайности у людей, которые ведут блоги или которые рассуждают про блогерство. Либо люди боятся проявлять экспертность или забывают об этом. То есть думают, ну, надо вести там про мою жизнь, всем и так понятно, что я эксперт, ну, я же иногда там пощу кейсы, я иногда пощу отзывы. И в целом у меня в шапке профиля написано, что я занимаюсь вот этой темой. Либо, наоборот, очень многое количество людей либо стесняется снимать личный контент, либо просто не понимает, что это важно. Или думает, да кому это нужно, да кому это интересно. То есть четко люди делятся на две вот эти группы, на две эти грани. Напишите, кстати, какой из этих групп вы себя скорее относите. Очень интересно посмотреть на соотношение. И то, и то, естественно, является ошибкой. Если мы не проявляем свою экспертность четко, если мы не снимаем классный экспертный контент, то нас как эксперта воспринимать не будут. И на самом деле наш успех как эксперта, наш рост в медийности, наш рост в продажах, наш рост, знаете, вот в этой ассоциации себя с какой-то нишей, наше место вообще на рынке, оно зависит просто от количества экспертных именно касаний, которые получает ваша целевая аудитория с вами как с экспертом. То есть вот этот подкаст, какой-то полезный контент у меня в блоге, полезные рилзы, это все работает на то, чтобы я продвигала себя как эксперт. Ну и наоборот, если мы постим только личный контент, ой, наоборот, только экспертный контент, то это тоже будет работать достаточно плохо. И я сейчас расскажу почему. У меня есть пять причин снимать личный контент. Первая причина на самом деле очень такая прагматичная на самом деле. Дело в том, что когда ты подписываешься на экспертный блог, у тебя может быть достаточно весомая причина подписаться. Например, я не знаю, ты подписываешься на врача, который рассказывает про какое-то заболевание, или на специалиста, который работает с конкретной проблемой. И у тебя есть вот эта проблема или это заболевание, и ты супер мотивированный, тебе вообще пофиг, ты видишь этого специалиста, тебе его посоветовали, ты на него подписываешься. То есть тебе подписаться легко. Или, знаете, лента в Рилсе, она аранжируется же сильно по нашим интересам, очень сильно. И супер много мне, например, по моим интересам специалистов показывается. И мне вот тоже, мне супер легко зайти там, подписаться на кого-то, просто потому что это входит в зону моего интереса или в мою потребность. Но подписаться-то легко. А вот смотреть постоянно экспертов, которые постят только экспертный контент, сложно. Да, мы запомним кого-то, мы придем к нему на консультацию, либо на продукт, если нам это будет надо. Но именно быть подписанным и смотреть кого-то можно только на основании личного контента. Ну ладно, не исключительно на основании личного контента, то есть экспертный контент тоже играет роль. Например, на меня люди подписаны, те, кто и заинтересован в блогинге, и те, кто не заинтересованы в блогинге, и те, кто заинтересован, им классно, им очень заходит, когда я что-то рассказываю про контент у себя в сториз. У меня прям минимум раз в неделю какой-то классный контент на эти темы выходит. Зайдите, кстати, ко мне в хайлайты и посмотрите. У меня там и про продвижение есть огромный хайлайт, про систему развития медийности, и про съемки контента, и там про аутентичность в блоге. В общем, у меня выходят регулярные такие условно полезные сторителлинги, и людям, естественно, это нравится. Но, тем не менее, очень сложно быть подписанным на эксперта-эксперта. Не слушайте тех, кто говорит, что типа, а я вот не подписываюсь, я не люблю, когда эксперты постят личный контент. Да, безусловно, иногда нам важна именно тема, и тогда нас будет бесить, если эксперт выкладывает что-то там, не знаю, не относящееся к этой теме. Но, во-первых, зависит все от того, как это выкладывается, то есть в какой форме, в каком формате. Я об этом вам расскажу сегодня на этой лекции. И, во-вторых, вы как только эту проблему решите или вам надоест, вы просто отпишетесь. А на самом деле очень такая главная и сильная задача блога как бизнес-инструмента — это чтобы люди на него были подписаны и смотрели долго. Потому что в среднем человек покупает примерно через год подписки. То есть человеку нужно год касаний, нужно год смотреть контент, нужно год просто как-то прогреваться, присматриваться к вам, узнавать, прежде чем он купит. Это в среднем. То есть кто-то быстро купит, кто-то дольше, но в среднем это происходит через год. И вот подписка на экспертность, она краткосрочная скорее, а подписка на личность, она уже долгая. Почему это происходит? Потому что личный контент смотреть тупо легче. То есть любой условно полезный экспертный контент, он даже в самой простой форме требует минимальной, но концентрации. И это тупо утомляет. То есть мы заходим в сториз, и у нас начинается вот это типа смотреть там что-то. А вот если этот экспертный контент разбавлен какими-то личными сюжетными линиями, каким-то более легким контентом, то это смотреть тупо проще. То есть нашему мозгу гораздо проще воспринимать какие-то события, эмоциональные, может быть, переживания, рассказы о каких-то бытовых вещах. Понятно, что там не супер обо всех, но тем не менее. Личный контент воспринимается проще, чем экспертный. И с этой точки зрения наличие такой пропорции личного и экспертного, оно одновременно продажи нам поднимает, вообще гарантирует, и гарантирует продолжительность просмотра блога. То есть у нас есть два таких основных показателя. Это чтобы человек смотрел постоянно, и чтобы человек к нам прогревался как к эксперту, или к нашей теме, или что-то у нас покупал. То есть это две вообще основные задачи на наш блог. И вот личный контент, он реализует задачу смотреть. Потому что личный контент создает как бы сериал, он рассказывает историю о нас. И за ним тупо интересно наблюдать. Например, что у меня происходило в блоге, зачем люди с удовольствием следили, и зачем продолжают следить до сих пор. Помните, кто на меня был подписан там с 20-го года, что я пошла на танцы и училась танцевать. Я пошла вообще, вообще не умела танцевать. И у меня там супер не получалось. Мне писали, ты бревно, зачем ты танцуешь, не дано, и так далее. Но потом у меня постепенно-постепенно получше получалось. И люди с удовольствием наблюдали, как я проходила этот путь. Сейчас, кто не знает, я открыла свою школу танцев в Дубае. Я там не препод, я как предприниматель выступаю, но тем не менее. То есть это такой очень интересный кусочек моей жизни, который развился в достаточно неожиданную сторону. И люди опять-таки за ним смотрели. Они кто-то болели, кто-то переживал, кто-то такой думал, да не получится у неё. Это всё создаёт интерес. Как я переезжала в Дубай, тоже была история. Как я, собственно, эту школу танцев открывала, это тоже отдельная такая линия, потому что было много трудностей, я их освещала. Или, например, я часто публично выступаю. Я поставила себе цель стать номером один экспертом по блогингу в 2019 году. Я вообще ничего не знала, не понимала. И я просто начала стараться там выступать везде, какие-то видосы начала снимать. С третьего раза я зашла на YouTube, наконец-то, нормально. Вот сейчас подкаст веду. И в какой-то момент я очень увлеклась тем, что стала улучшать публичные выступления, потому что я увидела, как другие вообще спикеры выступают. Я такой, о боже, это очень круто, как они это делают, я тоже так хочу. Я начала какие-то книги читать, начала после каждого выступления специально брать обратную связь у своих друзей, выписывать плюсы и минусы каждого выступления и на следующий раз какие-то минусы исправлять. И это тоже была такая рубрика в блоге, то есть я просто делилась, как я работаю над своими выступлениями. Потом я занялась речью и голосом, это было уже в том году, получается. Я несколько месяцев занимаюсь, я об этом уже говорила, по-моему, на подкасте, и тоже это освещала в блоге, показывала до-после, показывала, какой у меня уже прогресс, показывала, как я занимаюсь. И люди такие, вау, интересно, за этим интересно смотреть в перспективе. И это всего лишь буквально несколько сюжетных линий, которых у меня в блоге на самом деле было много. И они вообще никак не связаны с блогингом. И если бы я все это время вела блог только на тему того, как там снимать сториз, не знаю, как контент делать, или там на какие-то другие экспертные темы, то люди вряд ли бы смотрели так массово и с таким большим интересом. А у меня, чтобы вы знали, охваты в сториз, вот последние — это 300 тысяч человек. То есть 300 тысяч человек смотрят мои сториз. Вот. Соответственно, если вы имеете смелость показывать свою жизнь как есть, показывать свою точку А, обозначать свои цели и демонстрировать, как вы к ним идете, то есть свой путь, то людям будет просто интересно за вами наблюдать. У них вот ваш кружочек сториз будет вызывать такие хорошие ассоциации, приятный дофамин, предвкушение чего-то интересного. Они будут с удовольствием на него тыкать и продолжать смотреть с целью узнать, а что дальше происходит в вашей жизни. Вот. Соответственно, когда блог ведется тоже так по-личному, по-простому, не только по-экспертному, то люди к вам прикипают, как к знакомым. Это очень интересный эффект. То, как люди относятся ко мне, несмотря на то, что мы даже в жизни ни разу не виделись. Они реально за меня болеют, они реально переживают, они меня встречают. Ну, вы, по сути, вы мои подписчики, вы меня встречаете в оффлайне. И это прям чувствуется, что у нас уже есть какая-то связь. То есть это не просто отношение подписчик-эксперт. Отношение подписчик-блогера, оно более такое крепкое, более теплое. И эта связь, она на самом деле очень многого стоит, даже не только с коммерческой точки зрения. Это была первая причина, она была такая основная, меня понесло, я начала рассказывать все, что знаю. Вторая причина. Она достаточно интересная. Очень многие думают, что когда у человека, например, в инфобизнесе что-то покупают, какой-то продукт, курс. Ну, к примеру, я знаю, что тут много меня смотрят, те, кто занимается инфобизнесом, те, кто хочет заняться инфобизнесом. Есть какая-то иллюзия, что люди идут за информацией, что они платят за информацию, что они хотят приобрести какие-то навыки, они хотят обучиться каким-то инструментам. И это так. Ну, то есть, да, действительно, часто мы хотим обучиться инструментам. Но в первую очередь, как мы принимаем решение о покупке? Не только через то, что, ну, этот человек обладает навыком настраивать таргетированную рекламу. Пойду к нему, ведь я тоже хочу обладать навыком настраивать таргетированную рекламу, он может мне передать этот навык. Нет, чаще всего мы идем не за инструментами. Мы идем за энергией, это раз, и хотим перенять какие-то качества человека, это два. То есть, совершая любую покупку, мы на самом деле очень часто покупаем не продукт как таковой, особенно в инфобизнесе. Мы хотим присоединиться к энергии человека и хотим качества, которыми он обладает. Это даже касается покупки каких-то услуг или товаров. То есть, мы скорее купим у человека, чья энергия, энергетика нас притягивает, чье состояние нам нравится, кому хочется быть причастным. То есть, вот это ощущение «хочу быть причастным». Оно начинается на той стадии, когда человек просто хочет следить за нашим блогом, его туда притягивает по каким-то причинам. Потом он хочет еще ближе прикоснуться, он хочет что-то у нас приобрести, он хочет с нами увидеться, то есть, он хочет войти в наш круг. Вот это чувство причастности, это на самом деле то, что формируется личным контентом. И это работает, блин, вообще во всем, то есть, во всех нишах, во всех сферах, практически на любом чеке. Ну да, там, чем, не знаю, массовый товар, чем ниже чек, тем может это быть менее выражено, но глобально все равно. Если вы обратите внимание на себя, на то, как вы выбираете, как вы покупаете, какие у вас ощущения во время покупки, вы поймете, что, скорее всего, так и есть. Мы хотим быть причастными к тем людям, чье состояние там лучше, чем у нас, чья энергия классная, у кого классные качества. С этим мы разобрались. И вот фишка в том, что блог, а конкретно личный блог, это лучший способ передать свои качества и показать свою энергию, или, наоборот, передать свою энергию и показать свои качества. Вот, например, у меня вышло сториз знакомства и рилл знакомства с этой же сториз я выложила. Я там рассказываю не только о каких-то фактах, и что я эксперт по блогингу. Я говорю, что я трудолюбивая, дисциплинированная, что я там веду подкаст, что я живу в Дубае и так далее. То есть очень много личных фактов, которые нас привязывают, делают такую эмоциональную связь с аудиторией. Такие факты якоря, они не всегда экспертные. И по факту те, кто прям подсел на мои подкасты, те, кто, может быть, покупал мои продукты ранее, когда у меня были продукты, те, кто смотрит мой контент, они хотят перенять мою системность, они хотят перенять мою дисциплину, хотят перенять мою устойчивость, мое постоянство, и при этом какую-то открытость, аутентичность в блоге и честность. Я это знаю не понаслышке. Я проводила неоднократно кастдевы, и именно эти качества люди называют в качестве тех, которые они хотят себе. Так вот, в чем прикол? В том, что я не просто такая, не знаю, села и написала у себя в блоге. Ребята, я дисциплинированная, устойчивая и постоянная. Я вот такая ответственная, открытая, искренняя. Нет, все эти качества и, ну, собственно, там, не знаю, моя энергия, мое какое-то состояние я демонстрирую через разные ситуации, через какие-то мысли, которые я рассказываю. То есть я показываю наглядно через свою жизнь. Я никогда не пишу практически, типа, я системная. Вы у меня увидите это раз в год, наверное. Но по факту люди считывают мою системность через обычный личный контент, даже через то, как он организован. То есть как у меня всегда структурированы сторис. Не знаю, даже сейчас я пришла с 181 слайдом на запись этого подкаста. Мне кажется, вместо того, чтобы тысячу раз сказать, что я, не знаю, структурный человек, можно просто посмотреть на этот факт, и уже будет все понятно. То есть наши качества и нашу энергию мы демонстрируем через то, как мы себя ведем, и через обычный личный контент. Вот пример. Я выкладывала 1 января, по-моему, или там 2-3, я не помню, как я провела 1 января, что я там сначала отдыхала, потом пошла в зал, потом что-то чилила, и я как раз вот немножко решила рассказать о том, как я тренируюсь, что я системно тренируюсь, сколько раз в день, что я там делаю. Показала, собственно, это еще и визуально. То есть я показываю свою жизнь, показываю просто, как я живу, показываю, как я мыслю, и за счет этого становится понятно, какой я человек. Почему это важно? Потому что на самом деле конкуренция в социальных сетях происходит не на уровне ниши, как многие думают, типа, ну, много уже психологов, зачем я пойду блог вести как психолог? Как конкуренция происходит на уровне личности. То какой-то человек играет не меньшую, а то и большую роль, чем то какой-то эксперт. То есть экспертность — это база, профессионализм — это база. Там результаты учеников, довольные клиенты, твой опыт и так далее — это база. Но тем не менее выбирать человек будет, в том числе потому, какой ты человек. И здесь, как бы, знаете, такая ситуация, когда надо просто смириться. Что вот я такой, какой я есть, и все. И стараться проявляться на максимум, чтобы притягивать к себе тех людей, которым ты вот такой, как есть, подходишь. Вот такая я душная, не знаю, иногда неинтересная, иногда скучная, иногда занудная. И я понимаю, что многим людям я такая не понравлюсь. Но мне не нужны многие люди, мне нужны те, кому захожу я вот такая. Соответственно, проявленность в соцсетях — это просто инструмент, так сказать, притяжения подходящих себе людей. И вообще одна из главных причин подписки на другие блоги, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот напишите, почему вы подписываетесь на блогеров. Но по моим опросам, по моим кастдевам, люди всегда говорят, что они подписываются на тех, чья жизнь их в чем-то вдохновляет. И именно поэтому вот причина долгой подписки заключается не в том, что мы суперкрутые эксперты, хотя это тоже, знаете, такой кирпичик, фундамент личности. Это опять-таки про то, что личное экспертное связано. То, что я смогла достичь такого профессионализма или таких классных результатов, это говорит что-то обо мне как о личности, конечно, говорит. То есть сильные профессиональные результаты вызывают интерес, они вызывают уважение, они там меняют отношения. Но, тем не менее, именно такое, знаете, длительное пребывание в поле человека, оно требует чего-то иного. И на самом деле людям очень важно наблюдать зачем. Просто за нашим путем, за тем, какие мы трансформации проходим, с какими сложностями мы справляемся, как мы меняемся. И все это, если мы показывать не будем, они не узнают. Вот. То есть тем, что вы не показываете какой-то, что-то про свой путь, вы на самом деле лишаете людей такого источника мотивации, серьезного достаточно. Вот я, например, недавно делала стори-теллинг про книжки, зашла в свои сторизы за 2017, по-моему, это или 2018, я не помню, и выложила их, потому что я заметила, насколько сильно и я поменялась, и моя жизнь поменялась. Вот посмотрите даже просто на фотки, если их еще и в движении посмотреть со звуком, там вообще разница до и после невероятная. То есть я и внешне, и внутренне как-то повзрослела. Вот. Я показала тогда, как я тогда жила, где я жила, чем я занималась, что я так же училась постоянно, что-то конспектировала. Вот. Люди очень удивились. Мне писали, типа, другой человек, прям Саша. И тут, собственно, вступает, наверное, главное правило блогинга. Не рассказывать, а показывать. Это, к слову, о том, что я могу сто раз сидеть и писать у себя в сториз слово «Я дисциплина, я дисциплинированная, я такая дисциплинированная», но одна конкретная история из жизни, какая-нибудь, не знаю, про детство или еще про что-то, она в тысячу раз больше покажет меня как дисциплинированного человека, чем просто слова. Соответственно, одна рассказанная история, даже без слов, она в сто раз больше вас раскроет как личность, чем миллионы каких-то описаний. Простой пример. Я в конце года написала очень честный, очень откровенный, очень искренний пост про то, каким был мой предыдущий год. Предыдущий мой год, как вы знаете, те, кто смотрел мой YouTube достаточно внимательно, был просто трэш. Там и уголовное дело, и кассовый разрыв на почти 100 миллионов, и разные, короче, были сложности, расход с партнером, расставание. В общем, я это все расписала в конце года. Вот этот пост в красном платье с красными губами, можете зайти ко мне в Instagram тоже прочитать, он вызвал просто невероятный отклик. И он на самом деле, вот один буквально пост, но он раскрыл меня сильнее, чем что-либо еще. Просто за счет того, что я показала через какие сложности я смогла пройти, какие качества я там проявила, то есть я какие-то выводы сделала из происходящего, как-то поменяла свою жизнь, свои решения, другие решения приняла. Вот. То есть это очень сильно меня раскрыло. Поэтому рассказывайте истории о себе, рассказывайте ситуации, рассказывайте, как вы проходите какой-то путь, подводите, может быть, итоги. То есть это не значит, что вы, может быть, каждый день сторис снимаете. Нет. Но, допустим, в конце года подвести итоги — это очень классно, вас раскроют. И еще хочу немножко затронуть тему «показывать, а не рассказывать». Принцип наглядности. Он очень круто работает просто на повседневных сторис. Я считаю, что это один из главных приемов блогерства. Мне кажется, я о нем уже говорила в этом подкасте, скажу еще 150 раз. Но очень важно визуально показывать то, о чем вы говорите. То есть если вы говорите о каком-то событии, покажите там фотку с него. Если вы говорите, не знаю, про какую-то статистику, сделайте скрин этой статистики. Это иногда бывает муторно, особенно если надо найти старые фотки. Но, честно говоря, это просто дело привычки. То есть я просто привыкла, что да, это вот такой процесс. У меня уже как-то само так ших-ших-ших. Плюс у меня есть тематические фотки на айфоне. Я просто сделала фотки, в которых у меня, например, детские фотки в отдельной папке, какие-то старые фотки на такую тему фотки, фотосессии отдельно. И чуть-чуть что я могу быстро туда нырнуть и найти то, что мне нужно. Приведу пример, как я использовала этот принцип так, что всем вообще супер зашло. Я решила в прошлом ноябре сделать прогрев через экспертный контент. То есть поснимать как можно больше полезного экспертного контента. И я собрала вопросы от людей. И вместо того, чтобы просто сказать, вот, мне пришли такие вопросы, самые частые были вот такие вопросы, давайте будем их разбирать. Я распечатала вот эти вопросы, которые мне пришли. Получилась такая огромная пачка бумаги. Я не помню, их там было несколько тысяч. То есть мы распечатали несколько тысяч вопросов. И я прям в сторис вышла, сняла эту стопку, потом расклеила их по стене. И потом на фоне этой стены уже снимала, собственно, материал. То есть рассказывала, какие вопросы были самыми частыми, о чём мы будем говорить. Люди просто офигели. То есть они такие, о боже, когда вот так наглядно, супер цепляет, такой супер якорь. Хотя по факту могла этого не делать и просто приступить к ответам. Это вот простой пример, как принцип наглядности можно применять. Или, например, когда я отвечаю на вопросы, я стараюсь, если я на какую-то тему отвечаю, то на эту тему прям показать визуальную картинку. Спрашивают у меня про татуировку, я поставлю фотку татуировки. Спрашивают про питание, какой-то приём пищи. Вот спрашивают у меня про зубы. Я сняла сториз, что я там, вот, смотрите, мои зубы, я закончила лечение. И внизу поставила фотку, как у меня раньше было, какие у меня раньше были зубы до элайнеров. То есть визуал, наглядность, это очень сильно помогает восприятие контента. Или вот у меня была сториз, спросили, какие книги читаете. Я просто там подсняла наглядно, какие книги конкретно я читаю, а не просто написала текст. О, ещё очень классный пример. У меня был стори-теллинг про тело, то есть что я там, как я занимаюсь телом. И я в том числе вспомнила разные там свои состояния. И я запостила кучу разных фоток, типа, как я там была, не знаю, толстенькая, как я была точенькая. Вот моя лучшая форма, вот моя худшая форма. Прям наглядно. Тоже очень зашло. Вот. Соответственно, ваша задача — рассказывать о себе. Представьте, что вы режиссёр сериала. И этот сериал — это ваша жизнь, а вы главный герой. Делитесь теми событиями, которые вас хоть как-то поменяли. То есть я, например, даже делилась тем, что я очень долго не могла пойти записаться на речи. Вот я записалась, я очень рада. И уже даже вот такое простое событие на что-то решиться, оно на самом деле людей притягивает. Потому что куча людей, например, не может решиться заняться речью или заняться чем-то. И через то, что я показываю, что я на это решилась, я сразу становлюсь для них опорой. Это звучит немного так примитивно, но по факту так и работает. То есть так и работает проявленность в социальных сетях. Если говорить о блоге в целом, то тут применяется примерно такой же подход, как при создании сюжета фильма или сериала. То есть люди должны достаточно чётко понимать, в чём суть сюжета, который тут происходит. Кто главный герой, какая у него цель. Ну то есть у вас, как у персонажа. Какие есть, может быть, препятствия на пути к этой цели. То есть это всё должно в идеале с блога считываться в той или иной мере, чтобы за ним было интересно следить. Для этого не нужны никакие специальные, какие-то особенные приёмы. Это достигается очень простыми инструментами. Например, я периодически просто беру и подвожу итог какого-то предыдущего периода, года, месяц, там неважно, что-то сделано. Я завершаю и говорю часто, какие цели я ставлю наперёд, то есть какие истребления у меня впереди. Вот 31-го числа я выложила такую сюжетную линию, написала, что сегодня я с утра вспоминаю свой 23-й год, подвожу итоги и рассказываю, собственно, что я посмотрела фотоплёнку и вспомнила всё, что происходило у меня за этот год. Сравниваю, какие у меня были перемены во внешности, делаю репост вот этого поста про события, которые у меня были. И потом говорю, что несмотря на то, что достаточно-таки тяжёлые ассоциации с годом, но было очень много классных событий. И рассказываю о них, там, про путешествия, в каких странах я побывала, в какую квартиру я переехала, что я там татуировку новую сделала, что у меня родители в Дубай переехали. Кстати, этот факт вызвал самую большую реакцию вообще из этого стори-теллинга. Все такие, о-о-о, хотя это всего одна сториз. Никогда не знаешь, что людей зацепят, никогда не знаешь, какой факт людям зайдёт. Рассказываю, что я много работала, видите, я, кто смотрит, я визуально подкрепляю каждую сториз. То есть я не просто говорю, я много путешествовала, у меня калаш с путешествиями. Я не просто говорю, родители переехали, у меня фотки, как родители на пляже йогой занимаются. Я не просто говорю, работы было много, у меня калаш с работой, студия, в которой, кстати, сейчас записываюсь. Кто не знает, я открыла студию подкастов в Дубае, и, собственно, весь контент у меня выходит отсюда. Как я там какие-то сценарии пишу, что-то делаю, записываю подкасты, на созвонах сижу, выступаю. Потом говорю, под конец года у меня какие-то сложности, держитесь, у кого тоже сложности. Ну и всё, там, типа как-то завершаю, что типа ушла праздновать. Вот, то есть за счёт этого сторителлинга я показала, что у меня вообще происходило, как у персонажа, скажем так. И тем, кто за мной следил, я напомнила об этих событиях, кто за мной не следил, я, собственно, о них рассказала. То есть это можно считать даже своего рода сториз-знакомство. На самом деле суперкрутой приём просто взять и в моменте подвести итоги прошлого периода и задать вектор на следующий период. То есть, так сказать, осветить точку, в которой вы находитесь в таком 3D-формате. А знаете, в чём заключается самый такой неочевидный плюс постить личный контент? В том, что простые факты из жизни нас уже раскрывают сами по себе. То есть нет такого, что надо как-то специально стараться себя раскрыть. Если вы просто будете рассказывать о своей жизни, это уже будет вас раскрывать. Это знаете, как, блин, не знаю, как это называется по-научному, но когда ты какую-то мысль вербализируешь, то есть говоришь её словами, не знаю, там на каком-то своём языке, это уже, в этом уже проявляется, не знаю, твой подход или там твой образ мышления. То есть два разных человека по-одинаковому одно и то же не скажут. И тут то же самое. То есть то, как вы это показываете, то, какими словами вы говорите, то, какие события происходят, это всё само по себе, просто своим фактом существования вас уже будет раскрывать как личность. Давайте посмотрим на один мой выход в Stories, на котором я просто рассказываю, собственно, факты из жизни, и я прокомментирую, как это меня раскрыло. Выход в Stories очень простой, он реально просто про жизнь. То есть это не выход какой-то тематический, это выход на тему того, грубо говоря, какие у меня новости, что у меня происходит. Значит, начало. Так я даже не знаю, с чего начать, типичная интрига. На второй Stories там написано, что я заболела, на третьей отключили у нас кондиционер дома за неуплату, что это не прикол, я об этом вот рассказала, тоже скинула, что у меня залетел Reels, что у меня пришли новые подписчики. Это такой, знаете, экспертный вброс, потому что если у меня, как у эксперта по блогингу, залетел Reels и пришли новые подписчики, значит, я об этом понимаю, то есть такой наглядный артефакт. Потом я показываю, что ко мне приехала лучшая подружка, это ценность дружбы, это тоже какое-то раскрытие моих обстоятельств в жизни. Рассказываю, что мы там поменялись вещами, что я накупила обучений, и теперь у меня, чтобы решить свои проблемы какие-то из жизни, теперь у меня добавилась новая проблема, что я не успеваю смотреть эти обучения. И все такие, да-да, я такая же, я такая же. Потом я рассказываю, что мы ездили в Абу-Даби, я там хотела давно на мечеть посмотреть, на Гранд Мозг, что вот съездила, все понравилось и так далее, и что открываю предпродажи на абонементы. То есть по факту это такое буквально за несколько сториз, там, по-моему, до 15 сториз, введение в контекст моей жизни. И я там раскрываюсь и с точки зрения просто человеческих ценностей, и с точки зрения моих интересов, и с точки зрения такой сериальности. То есть показано, что там будет дальше в следующих сериях, или что происходило в предыдущих. Так, мы с вами разобрали две причины, почему важно снимать личный контент. И мы переходим к третьей причине. Давайте вспомним первые две. Первое, что подписка более долгосрочная на личный контент, чем на экспертный. И второе, что у нас конкуренция идет на уровне личности. То есть очень важно проявлять личность, чтобы выделяться среди других экспертов. Третья причина заключается в том, что личный контент очень мотивирует и вдохновляет. И, как я уже сказала, это является одной из основных причин, почему вообще люди подписываются на другие блоги. Мы практически никогда не подписываемся на людей, у которых нет чего-то, что хотим мы. То есть если вы проанализируете свои подписки и уберете оттуда знакомых, и посмотрите, кто из блогеров-экспертов у вас есть, то, скорее всего, это люди, у которых в какой-то сфере есть что-то, к чему мы стремимся. То есть какой-то человек может быть проявленный, какой-то зарабатывает много, у кого-то по внешности там все классно, у кого-то классная семья, у кого-то вообще какие-то мелкие нюансы, которые мы тоже хотим. Но в любом случае это будет человек, который нас в чем-то мотивирует и вдохновляет, который для нас в чем-то является ролевой моделью. Соответственно, наша задача как блогеров и экспертов тоже быть ролевой моделью для других людей. На самом деле блог — это суперклассный способ познавать мир и познавать мир других людей. То есть просто даже банально расширять кругозор. Очень многие вещи мы узнаем из сторис-блогеров, просто потому что они делятся какими-то для них очевидными и обыденными вещами. Поэтому если вы ведете блог, это такой классный способ дать другим людям возможность погрузиться в ваш мир. Что вы себе позволяете, что другие люди, скорее всего, не позволяют? На что вы решаетесь, на что другие люди не решаются? Как меняется ваша жизнь? Причем играют роль даже самые мелочи. Это не то, что грандиозные изменения, типа «я была никем, стала всем». Нет, типа «здесь что-то улучшилось, здесь что-то улучшилось, здесь куда-то переехало, здесь, не знаю, сходило куда-то». Это все считается. Как вы мыслите, как вы относитесь к чему-то, к каким-то вещам, к каким-то явлениям, какие у вас правила жизни? Это все нужно другим людям. Всем людям хочется иметь перед глазами пример, хочется иметь перед глазами ролевую модель. Поэтому не решайте, пожалуйста, за других, что им нужно, что не нужно. Вот эти вот мысли, типа «да кому это нужно?» Убирайте нафиг. Пусть люди сами решают. И, скорее всего, на вас тоже найдутся люди, которым нужно именно то, что есть у вас. Например, мне супер не хотелось выкладывать линию сториз про мой переезд, ну, было лень просто. И что-то я замоталась, а я переехала в квартиру, о которой прям мечтала. Я того года мечтала пожить в конкретном районе, и я прям нацелена туда, решилась, пошла, выделила бюджет, прям защитила. У меня была защита презентации, почему мне нужна именно эта квартира перед моим финансовым директором. Это был угар просто. Прикол. И вот я показываю обзор, рассказываю, почему я туда хотела попасть, показываю свой стритейлинг двухлетней давности, что я реально давно мечтала. Потом говорю, как вы поняли, я теперь живу вот с этими прекрасными видами, с этими прекрасными закатами на Блюватер, с видом на море. Немножко там рассказываю, собственно, как я её выбирала, показываю обзор там по комнатам, просто меня снимает подружка. Рассказываю своё отношение, что вот чем больше ты вкладываешься в пространство, в свою квартиру, тем больше она тебе даёт в ответ. Про район рассказываю, почему он мне нравится. И люди такие, блин, суперкруто. То есть я заметила по реакции людей, что то, что для меня уже какой-то, ну не то, что пройденный этап, ну, то есть это было решение, не самое простое. То есть я прям решалась, и в итоге я решилась выбрать именно то, что я хочу, не полумер, а вот прям то, что я хочу. И вот сам факт этого решения людей очень зарядил и замотивировал. И им просто вот сам факт этого понравился. Соответственно, абсолютно любые такие сильные принятые решения, абсолютно любые пройденные трудности, какие-то сложности, задачи, которые вы решили, не решили, неважно. То есть что-то у вас получилось, что-то не получилось, вы это показали. Сложные выборы, которые вы сделали, это всё будет притягивать к вам людей. Потому что человек с опытом, с любым, он всегда притягательнее человека без опыта. То есть эксперт, который в своей жизни, знаете, повидал всю афганскую войну, там прошёл огонь, воду, медные трубы, он будет казаться более надёжным. Он будет казаться более интересным, но он и будет являться, собственно, более надёжным и интересным на самом деле. Потому что, согласитесь, даже продюсер, который прошёл через, не знаю, десятки каких-то неуспешных запусков или через какие-то суперсложности на запусках, он объективно, ну, более, не знаю, сильный, что ли. То есть он более профессиональный, у него больше уже гибкость, он уже больше знает, что там делать. И человек тоже. То есть человек, который прошёл через сложности, он априори уже отличается от людей, у которых такого опыта не было. И, например, именно поэтому после всех событий, которые я прошла в своей жизни, с которыми большинство людей, скорее всего, не сталкивается среди тех, кто на меня подписан. Хотя это был прикол, конечно, что когда я начала, когда завели уголовное дело, я там что-то про это рассказывала, люди мне начали писать из подписчиков, типа, да, у меня тоже сейчас идёт уголовное преследование, да, я там тоже под следствием, держись. Я такая, ого, прикол, я там не одна. Ну, короче, когда вы проходите через какие-то события, вы приобретаете уникальный опыт, и этим вы притягиваете к себе людей, и в том числе клиентов. И здесь прикол в том, что это работает само по себе опять-таки. То есть сам по себе факт того, что вы об этом рассказываете, он уже будет, собственно, продавать. И не обязательно в конце каждого такого стори-теглинга писать, кстати, записывайтесь на мои консультации или там на что-то, не знаю, покупайте. Потому что через вот эти ситуации, через то, что мы их показываем, мы просто наглядно показываем свои качества. А ещё раз повторюсь, люди к нам идут за качествами, за энергией. То есть люди ко мне идут, не знаю, идут, это метафорически, то есть идут, не знаю, смотреть подкаст, идут смотреть контент, что-то покупают. Вот покупают трекер привычек мой, записываются в школу танцев ещё куда-то. Не только потому, что я сделала стори-теллинг про уголовное дело, и такая в конце, кстати, записывайтесь, вот у меня такой оффер, покупайте обязательно. Нет, у меня вообще большая часть контента без каких-то продающих призывов. Она просто сама по себе является, ну, уже притягательной. То есть люди понимают и так, что, ну, моя личность там от этого, не знаю, развилась, продвинулась. Им интересно просто со мной дальше идти. Надеюсь, понятно объяснила. Очень важный принцип. Очень важно вам понять, что вы сейчас можете сидеть и думать, что, типа, ну, конечно, у тебя там такие, не знаю, события произошли, яркие, ты там в новостях была, а у нас нет таких событий. Но на самом деле я этот эффект чувствовала всегда. И даже когда я ещё жила в Люберцах, ездила на автобусе, на электричке, просто на работу, на учёбу и так далее. Потому что у любого человека точка А будет являться самой желанной чьей-то точкой Б. То есть вне зависимости от того, на каком этапе развития вы сейчас находитесь, вне зависимости от того, насколько вы богаты, там, не знаю, проявлены, успешны, красивы, реализованы и так далее, вы уже обладаете чем-то, чего нет у других людей. И даже когда я ещё жила в Люберцах, я уже обладала какими-то качествами, которые притягивали людей. Мне уже тогда писали, Саша, ты такая дисциплинированная, как ты всё успеваешь? Саша, как у тебя там, как ты планируешь день? Расскажи про свою организацию жизни, ещё про что-то, ещё про что-то. Несмотря на то, что по сравнению со мной сейчас, тогда, конечно, это вообще был другой человек, другая ситуация. Но ещё раз, ваша точка А для кого-то точка Б. То есть кто-то стремится иметь то, что есть у вас сейчас. Поэтому, пожалуйста, не обесценивайте. Не надо сидеть и думать, что вот я заработаю, вот я сделаю, вот я достигну, буду тогда снимать. Нет. Уже прямо сейчас есть уйма людей, которым важен ваш контент. И ещё один нюанс. Никакой блогер на самом деле заранее не знает, как точно сработает какой-то контент. Никогда не знаешь, кого и чем ты затрагеришь. То есть кого и чем ты зацепишь, где какой якорь у человека возникнет. Мне настолько неочевидные вещи говорили. Типа я спрашиваю обычно на любом мероприятии или на продукте, почему вы решили купить, почему вы там начали меня смотреть, что стало какой-то точкой. Мне такое люди пишут. Я никогда бы не подумала. Ты тоже любишь кошек. У меня тоже кошки. Я тоже взяла с улицы кошку. Или там, мне нравится, что ты любишь читать книги. Вот мне это понравилось. Я такая, капец. Вот это да. И мы такие там какие-то рекламные подачи думаем. Или там, Миша Тимочка мне, недавно мы встречались, и он мне сказал, знаешь, что меня триггерит? Что у тебя есть выходные. Вот у тебя был стори-теллинг, я вам сейчас его покажу. Про то, как ты проводишь выходной. Я капец прям, я такой, блин, вот это да. Вот это классно, офигенски. Кого-то триггерит, что у меня есть выходные, что у меня жизнь очень налажена с точки зрения чёткого расписания работы и отдыха. Кого-то триггерит, я не знаю, что я там без макияжа могу в сторис выйти. То есть никогда вообще не знаешь, что человека зацепит. Никогда. Это спланировать практически невозможно. Вот тот стори-теллинг. Я просто вышла, у меня было какое-то супер-классное воскресенье или там суббота, я не помню. Я такая, боже, я хочу поделиться этим ощущением спокойствия, этой эмоцией. И я прям рассказываю так подробно, как у меня классно проходит выходной день. Как я там купила продукты, что-то делаю, не спеша наслаждаюсь, подвожу итоги недели. Что я там заслужила этот выходной. И как я кайфую, лежу, ничего не делаю. Там что-то убираюсь, не торопясь. Что мне очень нравится в выходной что-то поприбирать дома, даже несмотря на то, что у меня есть клининг. И что как раз вот мне нравится, что самая большая роскошь — это иметь вообще выбор. Потом я там показываю, как я что, себе готовлю. Пью сельдеревый фреш. Кушаю, сижу. Все такие, о, боже, да, я хочу. И потом иду с подружкой к бассейну лежать, загорать и так далее. Вот. То есть такой контент, который я выложила исключительно из какого-то импульса поделиться своим состоянием, свои эмоции. И, кстати, вот очень хороший лайфхак — всегда работает. Есть какое-то состояние, есть импульс, есть эмоция — заземляй. Реально. Вот лучше всего будет работать именно это. Причем заземлить можно сейчас, выложить потом, не столь важно. Но именно там записать, зафиксировать, заснять, как-то вот сохранить то, что вы чувствуете. Такой блок всегда будет притягивать внимание. Также для ощущения сериальности что важно? Люди должны видеть вас не только в текущем моменте, но и понимать, какое у вас прошлое, какое будущее. Потому что, согласитесь, очень сложно начинать смотреть сериал с середины, ничего не понятно. А если вы понимаете, что было в предыдущих сериях, и понимаете, к чему там персонаж стремится, уже смотреть гораздо проще. Я как делаю? Я просто регулярно что-то рассказываю про свое прошлое или как-то ненавязчиво сравниваю свою жизнь тогда и сейчас. Например, вот я снимала сторителлинг с обзором техники Apple. То есть у меня был инфоповод, ну, события в жизни, если простым языком. Я пошла в Apple и обновила всю свою технику. То есть я купила новый MacBook, новый iPad, новые наушники и сняла на это все обзор. И я когда села выкладывать, я стала вспоминать какую-то свою историю. И вспомнила, что я за 10 лет там до этого, по-моему, купила свою первую технику Apple, как я там на него подсела. Я рассказываю, что вот я училась на журфаке, мне родители на первый курс подарили MacBook мой первый. Я там стала за ним сидеть, конспектировала эти, как это называется, лекции по литературе. Потом весь курс по ним готовился к экзаменам, я очень хорошо конспектировала. Что потом на своей, одной из первых своих работ как журналист я писала обзоры техники. Кто не знает, я работала журналисткой и делала обзоры разных гаджетов. Несколько лет, там лет пять, наверное, я этим занималась. И вот моя первая работа на 4ПДА на ресурсе была в том, что я писала обзор айфона SE, который вышел там в 13-м году, по-моему. И вот я показываю, что вот сколько там лет назад это было, больше 10 лет назад. И что первую свою технику Apple, которую я купила прямо на свои деньги, я как раз заработала тем, что писала эти обзоры, купила iPad. Тоже показала старую фотку из своего же Инстаграма и показала ту самую статью, на которой я заработала на этот iPad. Прикол в том, что это была статья про историю iPad'ов, то есть как они вообще развивались, как эта технология появилась. Она была огромная, длинная, мне за нее заплатили большой гонорар и хватило как раз на iPad mini. И я прям зашла на этот сайт, обнаружила, что там мои эти статьи все еще есть, то есть все мои статьи, которые я писала, они все еще там висят. Я полистала комментарии, тоже заскринила, выложила. И все. И потом я просто перешла к тому, что я стала продолжать тему, ну, обзор, собственно, техники, которую я купила. Но вот это был такой проброс в прошлое, то есть по факту я что сделала, я рассказала о том, что у меня было 10 лет назад. Что я училась на журфаке, работала журналисткой, писала такие обзоры, вот такие у меня были интересы, вот так я выглядела. То есть это типичное знакомство со мной в прошлом. И в целом, помимо прошлого, я регулярно освещаю свое будущее. То есть я регулярно упоминаю, какие у меня есть стремления, какие у меня есть цели. И это супер помогает людям как бы ориентироваться в моем блоге, а не просто в моменте смотреть, что так, я куда-то иду, я что-то делаю, нифига не понятно. А если за всем этим они видят такое глобальное движение, какую-то глобальную цель, понимают вообще, что происходит, контекст, то даже повседневные сторис смотреть гораздо легче. То есть согласитесь, просто смотреть сторис какой-то блогерши в Дубае, как она там делает зарядку, идет на пляж, я не знаю, обедает, работает, не так интересно, как если вы знаете, что эта блогерша, не знаю, раньше жила в Люберцах, вы там наблюдали за какими-то событиями в ее жизни, что она прошла какие-то ситуации, какие-то классные ситуации и сложные ситуации, и что у нее есть вот такие стремления, что там такой бизнес открывает, я не знаю, вот это у нее получается, вот это не получается. То есть если вы в контексте вообще моей истории, то каждый день вам гораздо интереснее смотреть. И вот простой пример, я 11 января выложила, что я поставила цели на 2024 и показала часть этих целей, показала, какие у меня есть сферы, по которым я ставлю, и какие есть конкретные цели. Вот. Тем самым я продемонстрировала, куда я иду, чтобы людям было интереснее смотреть. Еще раз прокомментирую про то, что если у меня сейчас пока что нет никаких достижений, о чем же мне постить? Что же делать? На самом деле проявленность в социальных сетях сама по себе является достижением. Это не так-то просто. Потому что, когда ты не ведешь блог и решаешь вести, ты на самом деле сталкиваешься с огромным количеством страхов и сопротивления. Тебя и друзья твои подкалывают, и сам ты думаешь, да кому это нужно, и вокруг никто тем же самым не занимается. Ну, то есть это на самом деле реально сложная история. Я помню, что до 10 тысяч подписчиков прям было непросто. А учитывая, что я начала вести блог и вела его, ну, несколько лет точно в Инстаграме, с 12 по 16-17, прежде чем начала набирать уже аудиторию. Ну, я, короче, прям понимаю, что это за боль. Но это на самом деле плюс тоже. То есть если вы, несмотря ни на что, начинаете вести свой блог, начинайте проявляться, рассказывать о себе, хоть даже у вас и нет каких-то там супердостижений, сам факт того, что вы начали вести блог, уже является вашим достижением. И уже будет вас показывать как личность, проявлять ваши качества и притягивать к вам других людей, которые, может быть, хотят того же самого или просто хотят быть более решительными, более смелыми, более проявленными. Любой проявленный человек априори является точкой опоры для других людей. Помните об этом. То есть само по себе ведение блога, даже если, не знаю, вы не суперпредприниматель, богатчик, красотка и так далее, само по себе это будет уже вдохновлять других людей. Задание хочу вам дать. У меня ощущение, что мы на курсе, что я читаю лекцию на курсе, вы мои ученики. Напишите пост или сделайте серию сториз прямо сейчас о том, в какой вы точке находитесь. То есть подведите какой-то, может быть, итог периода предыдущего, неважно, и напишите, на чем конкретно вы сейчас работаете, к чему конкретно вы сейчас стремитесь, какой конкретно период вы сейчас проходите, почему для вас это все важно, с какими трудностями вы сталкиваетесь. И все, уже это как бы переключит восприятие вашей аудитории и будет легче за вами следить. То есть это восстановит вашу связь и восстановит какой-то контекст. Четвертая причина заключается в том, что личный контент притягивает своих людей и отсеивает не своих. И неочевидный плюс этой причины и этой технологии, я не знаю, этого эффекта в том, что клиенты, которые приходят с блога, более адекватные и с ними легче. Потому что блог — это уже априори фильтр. Он отсеивает людей по интересам, по ценностям, по образу жизни. Потому что мы, собственно, это показываем, и люди, которым это не близко отваливаются, а те, кому это близко, остаются. И когда нас смотрят какое-то количество людей, там 50-100 человек, например, это уже люди, которые прошли какой-то первичный фильтр ценностный и так далее. Поэтому, когда вы продаете в блоге, клиенты в среднем будут адекватнее, чем когда вы продаете какими-то другими способами. Это очень важно. Я сама также действую. То есть мне в релзах куча каких-то экспертов попадается, которые мне все актуальны именно по нише. Я на них подписываюсь и выбираю того, чей подход к жизни, там, чьи ценности мне показались ближе. И мне в итоге гораздо комфортнее с таким человеком просто на человеческом уровне. Точно так же и вы. Вы можете смотреть любого эксперта по блогингу, не только меня. Ну, типа, реально, на YouTube такого контента уйма. В Instagram тоже много очень экспертов по блогингу. Но вы выбираете меня, потому что вам со мной по каким-то причинам комфортно. Или, наоборот, некомфортно. Вы уходите, не смотрите, и это тоже окей. То есть блог — это такой способ свериться по тому, насколько мы вообще совместимы. Простой пример тоже из моего блога. Я решила сделать челлендж, что я прочитаю 52 книги за год. И я выкладываю сториз про этот челлендж. Так я думаю, блин, ну это, конечно, немного странная идея. Ну, как бы мне прикольно, мне нравится она, я буду это делать, выложу блог, естественно, расскажу. И я про это всё рассказываю, люди там угадывают, что это за интересная идея, да. Это челлендж по книгам, прочитаю 52 книги за год. Мне интересно, какой результат у меня будет в жизни и в бизнесе, если я буду системно читать. И буду читать по книге в неделю. Ну и дальше я там рассказываю какие-то нюансы, что я там буду делать и так далее. И меня удивило, насколько большая и классная обратная связь была на эти сториз. То есть люди прям, многие вдохновились, многие замотивировались, многие писали такие прям эмоциональные сообщения, типа, вау, вот поэтому я на тебя подписана. Хотя, казалось бы, это просто я иду читать книжки. Но это какая-то сверка по интересам, сверка по ценностям. И, может быть, я там опорой стала для кого-то из тех, кто на меня подписан. Ко мне даже я обратила внимание, что все, кто подходили после вот этих сториз ко мне на улицах, ну, меня узнают в Дубае, подходят. Все в основном такие, классный челлендж там, прикольный. Я тоже вписалась, я тоже вписалась. И я такая, ого. То есть эти сториз, которые казались мне, ну, типа, ну, не то, что прям обычными. Ну, я не ожидала, что такой эффект они произведут на мою аудиторию. И я думаю, что это именно тот эффект, свой-чужой. Пятая причина заключается в том, что личный контент продает. Личный контент продает вашу нишу через вашу жизнь. Потому что если вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, и вы живете так, как вы живете, можно очень легко срастить, так сказать, причину и следствие, и понять, что блогерам быть прикольно, например, как в моем случае. Личный контент продает нас как эксперта. Мы уже в начале этой лекции затрагивали тему, что личное неотделимо от экспертного. И то, какая мы личность, это проявляется в работе. И если мы в жизни системные, трудолюбивые, аккуратные и так далее, то в работе это тоже будет проявляться. Ну и, наконец, нас как человека, собственно, личный контент тоже продает в каком-то смысле. Ну, то есть за нами становится не то, что интересно следить, но появляется просто возможность за нами следить как за личностью. А это, повторюсь, подписка на долгосрок. Если обращали внимание, то в хороших продажах, в продажах, которые интересно смотреть, всегда очень много личного. Когда мы заходим к эксперту, и у него такие типичные очень продажи, типа «Ура, я объявляю набор на мой курс, осталось только-то местом, будет только-то, то-то, то-то», то это иногда, ну, так воспринимается, не очень. Но если эксперт как-то по-своему рассказывает, говорит о своих эмоциях, там, какую-то важность для себя подсвечивает, своими словечками говорит, в своей аутентичной манере, как-то раскрывает так, что мы видим, что это именно от него исходит, а, например, не от продюсера, я не знаю, что это не шаблонно, то у нас сразу гораздо легче идет потребление этого контента, даже если мы особо там покупать ничего не хотим. Поэтому, да, в хороших продажах всегда очень много личного, и я всегда лично пишу свои истории, даже если мне, не знаю, там, продюсер или контент-менеджер прислали какую-то идею, я всегда ее напишу своими словами. Ну что, мы закончили первую часть, у нас еще две части. Какие у нас выводы? Давайте немножко итоги подведем. Хороший эксперт в идеале — это хороший блогер, потому что, еще раз, в среднем у нас занимает год, чтобы прогреться и что-то купить. И если человек на нас этот год не подписан, то этого шанса нет. То есть с помощью того, что мы даем возможность человеку смотреть, что ему там легко смотреть, ему интересно смотреть, мы также даем возможность ему совершить много касаний с нами, как с экспертом. И у меня, например, чисто вот лично у меня, очень часто такие случаи, что я на кого-то подписалась, смотрю-смотрю-смотрю, и там через год, например, созреваю, или через пару лет созреваю на покупку, или потому что какой-то продукт выходит, который для меня актуальный. Или там у меня проблема возникает, и я такого пойду к этому человеку. Но мне для этого надо было быть подписанной на него и какую-то иметь лояльность благодаря этому. Понимаете, да? То есть если мы уповаем только на какие-то продажи, не знаю, на холодном трафике или еще как-то, мы на самом деле сливаем просто 97% остальных людей, которые, может быть, и купили бы у нас, но им нужно время, им нужно к нам привыкнуть, им нужно больше касаний. И вот тем, что мы ведем блог, и ведем его так, что его интересно смотреть, мы обеспечиваем эти касания, потому что в этом личном блоге встроены наши экспертные какие-то штуки, касания с нами как с экспертом. А смотреть интересно личный блог, продает экспертный блог, и мы все это миксуем, и вуаля, получается такая прогревающая машина, на которую все время приходят новые подписчики, и рано или поздно начинают хотеть у нас купить. А если мы такие, не, ну раз человек сразу не купил, то и все, пока. Ну как бы, блин, чего? Второй вывод — это, что подписка на личный блог всегда более долгосрочная, чем на экспертный, я думаю, что это уже, я сто раз объяснила, что лучше всего продает не прямо продающий контент, а на 80% это наш образ жизни, какие мы люди, наши трансформации, наши события и так далее. Что люди хотят принять не наши навыки, они хотят наше качество и наше состояние. Они проявляются как раз через события, которые мы освещаем. И важная мысль, что наша точка А для кого-то является точкой Б. Напомню, что если у вас появляются инсайты, если вы что-то подняли для себя, то пишите в комментарии, заодно и для себя как бы зафиксируйте. О, как раз у меня про это слайд. Удачно. И это, кстати, очень поможет развитию канала. Ну что, переходим ко второй части, хотела сказать, нашего балета, нашей лекции. Давайте рассмотрим, какие есть виды и форматы личного контента. Я надеюсь, даже не то, что надеюсь, я уверена, что после первой части у вас не осталось никаких сомнений, что его нужно снимать, что это реально полезный, классный инструмент. Я не говорю, что его надо снимать. Абсолютно всем вообще вот не снимаешь, значит, лох. Но определенное понимание, что может вам дать личный контент, оно, скорее всего, у вас сложилось. Вот. Нюансов, как всегда, уйма. Нет ни одного инструмента, который вот точно прописан всем, этот никому. Вот этот точно работает вот так. Все зависит от цели, все зависит от общей стратегии. И в целом нельзя сказать, что прям вот только с личным контентом будут работать продажи в соцсетях. Конечно, нет. Но есть свои нюансы у него, есть свои сильные стороны, есть то, как он работает. И мне как раз хотелось вот это раскрыть. Если какие-то вопросы у вас остались, что-то непонятно, что-то вот смущает, то напишите. Я разберу себя в Инстаграме, потому что я как раз много полезного контента там делаю. Вот будет на такую тему контент. Ну что, погнали разбирать, какие есть типы контента. Глобально личный контент я делю на два типа. Это очень условно, но так удобно. Для себя я это так делаю. Это лайв-контент, и это, ну, типа личностный контент. Я его называю личным иногда, но это такая путаница тогда будет. Потому что и в целом личный, и получается тип контента тоже личный. Если очень обобщенно сказать, то лайв — это внешнее, а личностный контент — это внутреннее. То есть лайв — это контент про жизнь. Это что нас окружает, это факты, это события, это где мы живем, это что мы видим. То есть это все поверхностное, это все, что касается как бы внешней оболочки событийности нашей жизни, не знаю, локации наших луков, нашего внешнего вида и так далее. Как ни странно, это тоже супер работает. Во-первых, это дает понимание контекста. То есть люди понимают нас лучше, когда они видят, где мы живем, что мы делаем, куда мы ходим, что нас окружает, как мы выглядим. То есть это очень, ну, как бы достраивает картинку, скажем так. И немаловажным фактором, почему стоит такой тип контента тоже добавлять в свой блог, это то, что его очень просто смотреть. Лайв-контент — это самый простой тип контента для восприятия. То есть это вот тот самый контент, в который можно реально потупить. Там вообще ничего не требуется, никакого включения мозга. Там типа, э, лук, какой лучше, какое платье лучше, вот я, не знаю, собралась, вот моя квартира, там мой номер, не знаю, что угодно. То есть это, это то, что нам помогает соблюдать такую, не знаю, ритмичность нашего блога и мягко держать аудиторию, ее внимание на экспертном контенте. Потому что постоянно экспертный, постоянно умный, постоянно какой-то там инсайтовский контент, я не знаю, это сложно. Поэтому очень важно, чтобы была пропорция, чтобы периодически была, такая, знаете, передышка. Передышка от чего-то, что требует минимального напряжения. Ну и плюс, конечно, личный контент, это то, что аудиторию якорит. И то, что аудитория нас запоминает. А чем больше разных якорей есть между мной и моими подписчиками, то есть у них в голове, чем больше каких-то эмоциональных фактов обо мне, тем лучше, тем больше они меня помнят. У меня люди до сих пор там, яйца, яйцеварка, кошки, тренажерка, танцы, книги, то есть это все какие-то факты просто из моей жизни, но которые со мной ассоциируются и которые люди про меня знают. И все это сделано, потому что я снимала лайв-контент. Супер простой пример лайв-контента, но мне кажется, он очень классный, очень наглядный. Это контент про то, как я провела Новый год последний. 2 января я вышла, говорю, вот, первая стори с 20-24, как вы отметили, все там пишут, как они отметили, я рассказываю про свое отмечание. И это просто формат стори-теллинга, то есть это не какие-то глубокие инсайты, не выводы, не рассуждения, не типа, я все поняла, моя жизнь разделилась на до и после. Нет, я говорю, я вот очень классно провела, мы делали то-то, мы делали это. Ладно, инсайт один все-таки был, что если постараться с организацией, то все в итоге выйдет классно. Мы там вот так-то подготовились, так-то нарядились, приготовили еду, вот как у нас все выглядело. И пофиг, что снега не было, это был очень атмосферный, классный Новый год. Пришли друзья, нам спели, мои родители танцевали под живую музыку, потом мы сидели, общались за ужином, потом я, значит, распаковываю подарки, там просто сторис, как я распаковываю подарки, нарезка, такая эмоциональная, я там пищу, верещу и радуюсь. Потом мы пошли на салют, визуал салюта, и вот моя оценка Нового года, 10 из 10. То есть тут ничего на самом деле нет глубокого, ну, объективно, это просто ряд событий, которые произошли в моей жизни. Но их, во-первых, интересно смотреть, во-вторых, ну, согласитесь, это говорит обо мне как о человеке. То есть это просто еще достраивает картинку о том, кто я такая. Я на самом деле хотела в эту лекцию вставить еще разбор конкретных идей для контента, но я не знаю, сколько я ее уже пишу, на самом деле это, скорее всего, было бы уже too much. Поэтому я просто составила список 100 идей для контента, конкретных, прям расписанных, там и live content, и экспертный контент, и продающий контент, и вы можете его скачать и просто по нему пройтись. На самом деле будет готовый продающий контент-план для любой ниши. Перейдите ко мне в Instagram Александра Митрошина, ссылка будет под описанием, ну, или просто забейте Александра Митрошина или там Матерь Бложья, и напишите мне в директ слово список, без ничего, без кавычек, просто слово список. У меня работает бот, он вам пришлет этот список. Там будет разбор, собственно, идей для сториз. Вот, перейдем, вернемся обратно к нашим баранам. Мы разобрали live-контент внешний, а есть еще условно личностный контент. Это внутреннее про нас. То есть у нас есть контент экспертный, есть личный, и вот личный есть внешний, есть внутренний. Что такое личностный контент внутренний? Это наши мысли, это наши эмоции, это наши отношения к разным явлениям, это наши цели, наше желание, наши правила жизни, проблемы и сложности, через которые мы проходим. Только на таком контенте зацикливаться нельзя, потому что его тоже смотреть сложно. И согласитесь, сложно смотреть блоги, у которых каждый выход — это капец, какой у меня инсайт, я всё поняла, жизнь разделилась на до и после, я посмотрела на эту, не знаю, козюльку из своего носа, и у меня просто 10 листов рефлексии появилось, я всё вообще прожила и переработала. Нет, нужен разный контент, нужна просто жизнь, нужен внутренний контент, нужна экспертность, вопрос баланса на самом деле. Но и без такого внутреннего контента тоже, согласитесь, не то пальто. То есть если у нас блогер постит чисто «я покушал, я покакал, вот моя классная жизнь», и мы не понимаем, что у него вообще внутри происходит, ему как вообще живётся, какие у него эмоции, какие у него мысли, к чему он идёт, это тоже не совсем интересно, скажем так. То есть тут вопрос в том, что я считаю, что интереснее всего смотреть блоги, в которых и то, и то проявлено. То есть мы можем и картинку жизни увидеть, в первую очередь визуально, то есть лайв-контент внешний, он очень визуальный. Это вот типа фотки, события, вот visual stories. Так и внутрянку, что больше про текст, например, или про, не знаю, говорящую голову. Много на самом деле я показывала сегодня уже в лекции примеров личного контента, и там был и внешний, и внутренний. Но вот нашла ещё один, в котором я рассказывала про свою жизненную философию, про то, что результат там, где фокус. И я рассказываю, как я достигаю своих целей, что главный самый проект в моей жизни — это, собственно, и есть моя жизнь. Какие там есть сферы, над которыми я работаю, что если я хочу в какой-то сфере получить результат, я вот по такой инструкции действую, что у меня есть там система манифестации, по которой я иду, у меня есть мой трекер привычек, который я использую уже для повседневных каких-то шагов. Объясняю, как это работает, что мозг там не различает реальность и воображение. Тут на самом деле очень тонкий момент — этот контент уже переходит в разряд полезного, уже такого просветительского, скажем так. Это нормально. Ну, типа, не бывает такого, что вот чисто именно такой или сякой контент. Потом я показываю, вот я эту квартиру навизуализировала, там, трым-пым-пым-ля-ля-ля. Вот я представляю, как я книжку напишу и держу её в руках. Потом показываю, как работает трекер привычек, не буду, в общем, зачитывать. Я думаю, вы видели эти сторис или посмотрите их, они тоже у меня есть в актуальном. Привожу пример, что у меня есть привычка выкладывать рилс, в трекере привычек стоит. Вот сколько я рилс выложила благодаря этой привычке, и вот насколько у меня хват профиля увеличился, и вот насколько я там привлекла подписчиков за этот период. Говорю, потом рассказываю, что ставить галочки — это качественный дофамин, и что у меня как раз такой принцип, что я всегда хотела бизнес, который работает не со слабостями людей, а с силой, то есть работает на качественный дофамин. Не про вредные там привычки, а про полезные скорее. Вот. То есть я рассказываю, что если приложение, то трекер привычек, а не какая-нибудь игра, в которую ты там залипаешь, лишь бы отвлечься от реальности. Что если контент, то какой-то он более-менее вдумчивый и полезный. Что если реклама, то классного продукта и так далее и тому подобного. И я рассказываю, что продать-то можно, в принципе, всё, потому что все вот эти азартные игры, дешёвый дофамин, всё это супер легко продаётся, потому что, ну, спрос на это есть у людей. Но, как бы, да, человеческая природа такова, но при этом я делаю другой выбор для себя. И это, собственно, проявляет меня как человека, мои ценности показывает. Это очень хороший пример. Сейчас был личностного внутреннего контента, который не просто про то, что у меня происходит, это про то, какими принципами я руководствуюсь в жизни, как я выбираю, что я делаю, что для меня важно, что не важно. Не буду уже разочитывать, там ещё что-то про дофамин задушнило. Какие могут быть идеи для личностного контента? То есть о чём вы можете прямо сейчас снять сториз, там, пост написать или сделать рилс. Или видео на ютубе, неважно. Рассказать про ваши цели, рассказать про вашу философию жизни, какой-то последний инсайт раскрыть, рассказать про трудность, с которой вы столкнулись, рассказать про эмоцию, которую вы испытали, с чем она была связана. Если вы какое-то событие проживаете, можете рассказать, как оно внутренне именно ощущается. Сделать вопрос-ответ на личные темы. Подвести итоги прошлого периода, обозначить цели на следующее, это мы уже говорили. Какие-то списки главных выводов, которые вы сделали из чего-то. То есть, например, главные выводы этого января или топ событий, не знаю, этого года. Ну и, собственно, топ событий, осознание уроков за какой-то период. Это тоже будет касаться личностного контента. Это всё можно выкладывать в абсолютно разных форматах. Я думаю, что вы понимаете, что это не только сториз. Это могут быть посты, рилс, видео, эфиры, всё, что угодно. Всё работает абсолютно так же. И я, когда планирую контент, я приблизительно придерживаюсь следующей пропорции. 30% контента — это лайф, жизненный, ну вот внешний. 30% — это личностный контент, внутренний. И 30% — это какой-то экспертный, полезный, продающий. Примерно так я пощу. В ленте у меня чуть меньше процент личного, в сториз чуть выше. Ну, плюс-минус в любом случае одно и то же. Так, мы подошли к финалу второй части, в которой мы разбирали виды, форматы личного контента. Какие у нас основные итоги? Что личный контент бывает внешним, бывает внутренним, и оба типа важны. И что примерный контент-план. Для себя я выделила именно так. Это 30% внешнего, 30% внутреннего и 30% экспертность и продажа. Ну и по сути, что нам осталось рассмотреть, это основные правила съёмки хорошего личного контента. Я выделила пять таких правил. И это будет наша третья часть лекции. Надеюсь, вы ещё не устали, надеюсь, я не задушнила. И всё хорошо. Первое правило хорошего личного контента заключается в том, что мы не выходим просто в моменте, там, спонтанно. Мы выходим от инфоповода. Что значит это на инфоповоде? Это, например, нам пришло какое-то сообщение, и мы раскрываем, идём от этого сообщения какую-то тему. Как у меня это было с челленджем книг. Или мне там написали как-то на ютубе, что, блин, как жаль, что экспертам приходится забивать на клиентов и делать контент, потому что, типа, надо продвигаться. И я подробно это сообщение разобрала, сделала такую ветку про контент. Второй тип инфоповодов — это события. То есть что-то произошло, и мы от этого начинаем рассказывать. Типа, смотрите, я обновила свою технику Apple, начинаю рассказывать. Или ко мне приехал важный человек, и начинаю рассказывать. Третий вид инфоповодов — это какая-то эмоция. То есть мы выходим с какой-то эмоцией. Вот я буквально позавчера вышла, просто написано было «А-а-а-а-а», и там дальше рассказывается, что мы только что прошли инспекцию, можем наконец-то открывать нашу школу. А пройти инспекцию в Дубае — это капец какое достижение. Это прям вот супер... Ну, я, блин, не знаю. Мы, короче, два года ждали этого момента. И дальше рассказываю. У меня там, кстати, охваты были где-то 310 тысяч очень высокие. Или вот сторис. Я в шоке. Эмоция. Четвёртый тип инфоповода — это проблема. Я столкнулась с необычной проблемой в работе. И начинаю рассказывать, что там это за проблема. И пятый вид инфоповода — это какая-то мысль. Знаете, в чём самая большая проблема нашего рынка? И, собственно, развиваю. Это, если что, не единственный способ начать сторис. Не обязательно иметь какой-то инфоповод. Очень хорошо работает. Какую-то коротенькую интригу закинуть. Но не в смысле интригу типа «Девочки, я в шоке, всё, и пропасть». А в плане первой сторис-интригу дальше вы просто продолжаете. Например, «Мне нужно вам рассказать одну новость, неожиданную для многих». И там такой человек рядом со мной замазан. Интрига. Или первая сторис. «Блин, я такое придумала!» Шесть восклицательных знаков. Это тоже интрига. То есть хочется посмотреть следующую сторис, что же там дальше. Я вообще думала, рассказывать или нет. Решила, что расскажу про первые сторис немножко, потому что очень важно на самом деле захватывать внимание в начале. Это супер правило, супер принцип, поэтому решила повторю, хотя я собираюсь записать отдельную лекцию, собственно, по созданию сторис. Ну, типа, как технически всё это делается, про вовлечение, про сбор сюжетных линий. Это заслуживает, мне кажется, отдельного видео. Напишите в комменты, если вам нужна такая инструкция, собственно, по сторис. И заодно, кстати, вопросики свои напишите. То есть что конкретно не получается, там, не знаю, много времени тратите. Чем подробнее напишите, тем лучше я вам подготовлю материал. Либо есть универсальный вариант начать с сторис, это просто обозначить тему. Тоже очень хорошо работает. Там, сегодня давайте расскажу, что я делаю со своим телом, какие у меня новые правила, там, по питанию, по тренировкам и так далее. Или, ребята, я вот сейчас сделаю обзор своей новой квартиры, куда я переехала. Всё, обозначили тему, идём, собственно, её раскрываем. К чему я это говорю? К тому, что очень частая ошибка людей, которые делают какой-то контент, что они начинают сразу с выводов, с каких-то мыслей, с каких-то инсайтов. А в Инстаграме всё работает немного не так. В Инстаграме нужно сначала захватить внимание человека и захватывается это интригой, инфоповодом, каким-то событием, эмоцией, типа, мне написал хейтер. И потом уже из этого мы развиваем мысль и приводим к какому-то выводу. То есть схема инфоповод-вывод, она рабочая, а вывод-инфоповод не очень. Либо просто там вывод, просто мысли. Почему многие блоги скучно, там, душно читать, сложно? Потому что они в основном сразу пишут выводы или сразу пишут какие-то мысли. Это, знаете, такие блоги, которые выходят, такие, ничего не понятно. Ну, типа, ребят, я вот поняла, что людям нельзя доверять. Очень важно обладать там классным кругом общения людьми, которые вот не предадут тебя. И ты как бы читаешь, типа, что-то произошло, но что-то непонятно. А если мы сначала показываем, что произошло, потом уже какие-то свои мысли выводят, это гораздо проще. Вот, запомните, пожалуйста, это, именно к этому. Вот, посмотрите мой стори-теллинг про 52 книги. Там в середине этого актуального есть как раз комментарий, из которого я развиваю мысли. Вы поймете, о чем я имею, о чем я сейчас говорю. Второе правило хорошего контента — это один выход, одна тема. Пожалуйста, прошло время сборных солянок, когда мы выходим, рассказываем про все, что у нас происходит. Нет. Мы выбираем конкретную цель выхода, конкретную тему, и с ней выходим. То есть, если я выхожу в сторис даже с лайв-контентом, это не только экспертного касается, вообще с любым, то я четко знаю, что я хочу рассказать. Например, мои цели на этот год. Или там стори-теллинг про то, как я буду читать эти 52 книги. Или я сходила на шоппинг. Или вот в моей школе танцев прошло, наконец-то, первое занятие. Или вот последние новости моей жизни. То есть, даже если это какие-то события, там, ряд событий, я их все равно увижу в какую-то конкретную тему вывода, выхода, в которой будет своя логика внутри, начало, середина и конец. Там, как прошел мой Новый год? Вот мы разбирали с вами выход. Я не вышла и не сказала, типа, ой, привет, я тут кушаю, я тут вот мои кошки, а был Новый год, а как вы отметили, вот так мы встретили, а сейчас мы вот это. Нет, у меня прям четко было. Вот так прошел мой Новый год. Понятно? Понятно. То есть, в каждом конкретном выводе у нас есть, помимо темы и цели, есть начало, раскрытие темы и конец. Это супер важно. И это как раз то, что помогает людям смотреть ваш блог. То есть, мы захватываем внимание, там, интригой, цепляющим заголовком, темой, событием, комментарием, нельзя, чем угодно. Короче, какая-то должна быть вот захват внимания, зацепка. И потом последовательно рассказываем, что мы, собственно, хотели рассказать. И потом мы либо подводим итог, либо забрасываем интригу на то, что там завтра продолжим или дальше узнаем, или там потом посмотрим, что будет дальше. Но очень важно, еще раз, чтобы вы поняли вот этот принцип, что даже в личном контенте, что даже в личном контенте у нас вот эта структура присутствует, что один выход, одна тема. Давайте просто быстренько пробежимся по вот этому стори-теллингу. Я тогда делала сториз про то, что у меня было 4 выходных. И как я их провела. То есть, мне просто хотелось сделать такой лайф-выход, рассказать про то, как прошли мои выходные с подружкой в отеле. И вот я выхожу, у меня вовлекающая сториз, я там в купальнике в зеркало такая красивая. Я говорю, привет, подписчики, сейчас супер, блин, не вижу, супер важную тему расскажу. Будет очень что-то там полезно про жизнь, что я поняла. Фантазирую, не помню, вы прочитаете на слайде, что там написано. Ввожу в контекст, что на прошлой неделе я очень интенсивно работала, мы делали вебинар Дании, я вела подкаст, вела разборы у Егора, много контента в блог делала. А потом у меня было 4 выходных дня подряд, и я такое делаю раз в месяц. Потом говорю, что всем рекомендую, это вообще супер круто. Показываю визуально, что там происходило. И просто начинаю рассказывать, что было. То есть, я ввела в контекст, было начало, захват внимания. Обратили внимание, да, что захват внимания, фотка тела или там видео, яркий заголовок, потом введение в контекст, что было, что будет. И после этого уже идет рассказ, что мы там заселились в отель, делали то, делали сё, какие-то смешные видосики, все с них угорали. Как мы там по книжке учились общаться с подписчиками, делали упражнения, это супер смешно. Вообще там надо со звуком было смотреть. Все смеются. И потом я подвожу итог и делаю какие-то выводы. То есть, что я поняла, какие у меня инсайты про отпуск, какие-то полезные советы по поводу выходных, что я там заметила по питанию, что у меня эмоциональный голод ушел благодаря отпуску, что работа с едой вообще, она там про стресс, а не про еду, собственно. И рассказываю какие-то правила отдыха. Вот. Что-то там еще рассказываю, рассказываю, неважно. Все. И завершаю. То есть у меня последняя сториз, это всегда какое-то завершение. Часто я задаю вопрос, там, было ли вам полезно, как вам сегодня контент, что вы думаете. Чтобы показать, что все, я завершила свой рассказ, можете писать свое мнение. Если стори-теллинг большой, то я могу в середине это сделать. Что делать, если у нас какая-то длительная сюжетная линия? Например, не знаю, я занимаюсь танцем или я там открываю школу танцев. Я буду дробить ее на конкретные выходы. То есть в каждой, это с опытом приходит, в каждой сюжетной линии большой такой. У нас будут какие-то маленькие инфоповоды, маленькие события, просто там апдейты, я не знаю. Например, если мы возьмем сюжетную линию открытия школы танцев, то там у меня какие конкретные выходы будут в сториз. Вот один день сториз. Мы нашли нового преподавателя. Хоба, выход про это. Мы там просрали предыдущее помещение, нужно искать новое помещение. Хоба, выход. Нам открыли счет, долго не могли открыть. Я приехала на стройку, хочу вам там снять, как у нас что происходит, выход. У нас прошло первое занятие, как оно прошло, выход. Отдельно рассказываю историю, класс, историю открытия школы. Там какие-нибудь главные выводы ведения бизнеса в Дубае. То есть все это можно раскладывать на отдельные выходы. И в целом это складывается в такую большую сюжетную линию, сериал «Как открывается школа в Дубае». Не стоит думать, что личный контент — это что вижу, то пою. Или что это сториз в моменте. Нет. Гораздо эффективнее и легче снимать сториз по принципу, когда ты четко знаешь, что ты хочешь сказать, сел, расписал, выложил. Часто мне приходят возражения на этот принцип, типа, люди же поймут, что это там не сейчас все сделано, а как же эмоции в моменте, а как их не терять. Хочется же, чтобы был такой открытый, искренний блок и по правде. И открытость, искренность блога и правдивость, она вообще не зависит от того, в какой момент вы выкладываете сториз. То есть если я села, зафиксировала свои эмоции и выложила их через неделю, это точно такие же правдивые, искренние эмоции. Просто я их выложила позже, собрала к этому времени материал, фотки наделала и выложила аккуратненько, красивенько за один заход. А не типа там что-то в моменте на концерте пытаюсь подснять и не могу смотреть на концерт, потому что я снимаю сториз в это время. И пытаюсь там как-то выложить в шуме. Подписчикам на самом деле генерально пофиг. Они вообще не догоняют, что вы там когда-то это сняли. Им просто интересно или неинтересно смотреть контент. Поэтому просто фиксируйте свои эмоции, например, в заметках, на видео. А собрать и выложить можно потом. И это даже лучше будет. Потому что контент в моменте, он всегда такой более сумбурный. А контент, который мы собираем, прям садимся, хотим собрать контент. Он более структурный, его смотреть легче. Это приходит с опытом. Вы с опытом привыкнете мыслить выходами в сториз и управлять вот этим цельным образом вашей жизни. Не в смысле, что вы там прикидываетесь кем-то, а просто вы уже начнете чувствовать какую-то пропорцию контента, что вот было много экспертного продающего, надо подснять лайф. Или там что-то много лайфа, хочется добавить экспертности. И вы поймете, как вообще все это воспринимается. Короче, наработайте опыт. Главное просто вот этот принцип — внедрить. Я сейчас, когда выхожу, у меня уже это как-то автоматически выходит. То есть я всегда четко такая думаю, итак, новая сумка, вот, выход. Мысли какие-то про дисциплину запишу, потом выйду с этой темой. Челлендж про книги — выход. Реакция людей на челлендж про книги. Обзор поездки на горнолыжный курорт — отдельный выход. Обзор последних прочитанных книг — тоже выход. И тут как раз логично перейти к третьему правилу хорошего личного контента, оно заключается в том, что ваши эмоции и ваши честные мысли — это как приправа, которая, знаете, финализирует вкус блюда. То есть ингредиенты сами по себе, это, конечно, прикольно, но блюдо становится вкусным, когда мы всё это вместе собрали и приправили. И вот без эмоций, без какой-то честности, без аутентичности, без того, что вы своим языком всё это рассказали. Вот как есть, откровенно, вот со своими словечками, вот со своим каким-то там прибабахом, без этого всего отдельные сторис будут просто набором фактов. Поэтому очень важно показывать эмоции и показывать честно, о чём вы думаете. Выходите в блог таким, какой вы есть, и пишите обо всём так, как есть. Тут тоже возникает такое иногда желание как-то сгладить, не знаю, а это, может, не поймут, это будет неинтересно, но всем мил не будешь. А найти своих вы можете только, если вы ярко проявляете то, каким вы являетесь прямо сейчас. То есть вы не сможете привлечь своих людей без того, чтобы быть собой в блоге. Я там, например, рассказываю, что несмотря на общий какой-то тренд, там, slow life, разви... Ой, это деньги в лёгкости. У меня есть большая цель, у меня есть очень большие амбиции на жизнь. У меня был большой storytelling про это. И люди мне такие, да-да-да, класс. То есть это как такой классный фильтр подписчиков. Суперпростой приём, задание вам. Ещё одно, раз уж мы на курсе тут. Когда вы садитесь писать какой-то контент, представляйте, что вы эту тему рассказываете подружке за кофе. Потому что когда вы садитесь и просто подружке что-то рассказываете, у вас не возникает вопросов, типа, а точно ей это интересно? А вот, а это уместно рассказать? А тут про это, может, не надо говорить? Нет, мы когда с подружкой садимся языками чесать, мы максимально подробно всё расскажем. И он мне сказал. И тут я понимаю, для контекста надо знать, что вот это, вот это. А вот предыстория вот такая-такая-такая. То есть мы рассказываем просто вот как нам самим хочется рассказать. Всё. То есть мы берём и излагаем контент в тех подробностях, как нам просто хочется. Если нам хочется, просто донести тему. То же самое в блоге. Не надо думать, типа, а это не ту матч, а тут затянуто, а тут, наверное, не надо вот это. Ещё раз. Представьте, что вы мне рассказываете. Вот мы встретились, сели, я такая, ну чё, чё, как дела? А вот про это расскажи. А там, а чё там? И вот как вы рассказываете мне, вот простым языком, так же и в блоге рассказываете. Потому что разговорная речь это идеальная речь для блога. Используйте свои словечки, используйте вот свой какой-то язык. Когда вы сели писать сценарий, вы поменьше думаете, а что подумают люди, и больше о том, что вы сами, собственно, об этом думаете. И тогда всё у вас будет классно. Так, четвёртое правило хорошего личного контента — это гибкость. Да, у меня в голове куча каких-то идей для выходов, у меня много материала, у меня много инфоповодов, постоянно что-то происходит. И я формирую из этого контент-план какой-то, но любой контент-план нужен, чтобы его в итоге нарушать. Потому что всегда это жизнь, что-то произойдёт более интересное. Или вы поймёте, что об этом что-то, ну, не суперинтересно рассказывать. Я постоянно что-то переношу. То есть я такая думаю, ну, расскажу вот это тогда, вот это тогда, вот это тогда. Потом наступает это тогда. Я такая, нет, это я поменяю местами. Это я там потом отложу, например. То есть в идеале рассказывать то, что актуально для вас сейчас наиболее. В идеале вы своим контент-планом как бы жонглируете. То есть у вас есть какие-то темы выходов, и вы можете их переставлять, как вам удобно. Я иногда то, что было поставлено, передвигаю, чтобы рассказать то, что мне вот сейчас актуально в моменте. А это то, что было запланировано, выкладываю потом Главное, чтобы был какой-то материал и был написанный сценарий Это абсолютно нормально, ничего такого в этом нет, даже наоборот, это прикольно А контент-план в любом случае, если он есть, это спокойнее, надежнее, есть на что опереться Ну и, в принципе, главное правило лучшего личного контента — это взять за правило Выходить с тем, что сейчас реально вас волнует, что сейчас для вас реально актуальнее всего И вот это лучше всего вас раскроет, лучше всего вас подаст Интереснее всего это смотреть, потому что контент, который типа из надо Контент, который ничего в нас не сжигает, никак не откликается Он воспринимается таким суховатым А контент, от которого нас прям вот колбасит, шарашит, вот это кайф Ну и пятое правило — это оставлять пространство для диалога с аудиторией То есть я всегда задам какой-то вопросик или запощу реакцию от подписчиков в директ Либо там спрошу мнение аудитории о чем-то Ну, единственное, что я спрашиваю мнение, когда мне реально важно мнение То есть, например, у меня была ситуация, что я поехала в горы И у меня какими-то дикими пятнами покрылось лицо И я такая, блин, вы знаете вообще, что это у вас было такое И люди мне реально начали писать, я рассказала ситуацию Поделился кто-то опытом И я начала масса там кремом каким-то, и у меня все стало получше Вот То есть я не спрашиваю ради галочки, чтобы просто проигнорировать директ и уйти Я реально читаю, реально взаимодействую, что-то выкладываю в сторис, на что-то отвечаю Что-то развиваю там дальше как тему Это все очень считывается То есть очень считывается, когда блогер реально заинтересован в диалоге И я это как раз демонстрирую тем, что я выкладываю сообщения людей Задаю вопросики, что-то там комментирую Короче, как-то перекидываю мячик вот этот А не просто такая выхожу, выложила свой материал, ушла Нет Кстати, классный прием Это в конце любого стори-теллинга спросить обратную связь Я часто так делаю, я просто выложила сторис Последний сторис, типа, ну что, как вам? И сажусь там, читаю, что люди пишут И чем я хотела зафиналить сегодняшнее выступление Это, собственно, где брать идеи для личного контента Помимо списка идей, которые можно получить По слову список у меня в директе инстаграма Как вы поняли, первый способ, где брать идеи Это просто из происходящего либо внутри нас, либо вокруг нас То есть внешнее пространство и внутреннее Оно просто наполнено какими-то событиями Человек, у которого ничего не происходит Это, скорее всего, мертвый человек То есть если вы живы Если вы даже ведете самую скучную жизнь У вас все равно события есть Либо их отсутствие Ваши там эмоции по поводу их отсутствия или наличия Неважно То есть даже если событий нет внешних, есть внутреннее Всегда То есть у нас всегда есть наши мысли А это, как бы, естественно, повод для контента Уже на 10 сториз в день у всех контента найдется И второй способ Это самим создавать события Это супер недооцененный способ Я им до сих пор пользуюсь Это, например, занятие речью Я прям начала им заниматься И такая, о, это же прикольный контент И начала просто постить, показывать там до, после И люди такие, о, прикольно Или челлендж 52 книги за год Я сама его придумала Он не случился со мной Но он мне на целый год просто дает пищу для контента Не пищу, как это сказать Источник, скажем так Потому что я все время показываю, какие книжки я читаю Что я из них там взяла Как другие люди читают Какие у меня инсайты Что я уже там себе в жизни, может, поменяла И так далее, и тому подобное То есть еще раз Темы для контента есть всегда Но на крайний случай вы можете их придумать себе сами Сделать какой-то челлендж Пойти и организовать какое-то событие Многое из этого безбюджетное Или вообще бесплатное То есть это доступно абсолютно каждому Ну что, давайте подводить итоги Всей лекции Я выписала основные какие-то Главные, наверное, мысли Буду рада, если вы поделитесь тем Что стало главным для вас Что именно вам откликнулось Буду читать комментарии И отметки в сториз И напомню, что несколько подарочков Я отправлю за комментарии За те, которые мне понравились Значит, личный эксперт равнозначно важен экспертному Даже порой важнее Потому что люди остаются в блоге надолго Именно благодаря личности А залог успешных, больших, массовых продаж через блог Это присутствие человека в блоге Постоянный, постоянный прогрев Личный контент у нас бывает внешний и внутренний То есть внешние события И то, что у нас внутри происходит Что каждый выход в сториз Имеет свою тему Один выход, одна тема Или там одна цель какая-то И у каждого выхода Есть начало, середина и конец Что лучший стиль блога Это разговорный стиль Как будто вы рассказываете подруге Вот как вы рассказали бы подруге Так и пишите в сториз Не каким-то красивым языком Не как-то там Суперскладно, не знаю, ладно Литературно и так далее А просто вот как есть Может быть, это как-то даже просторечно В начале любого выхода мы захватываем внимание И потом раскрываем тему И, наконец, схема Сначала инфоповод, потом вывод Не наоборот Потому что иначе смотреть ваш блог Просто невозможно Итак, у меня сегодня была достаточно Нетривиальная задача Раскрыть в одной лекции Максимально подробно Все нюансы создания личного контента Мы с вами затронули и в целом базу То есть как это все работает Так и какие-то инструментальные Небольшие нюансы Я очень надеюсь, что это все у вас Уляжется Что вы сделаете те задания Которые я вам сказала Что вы начнете это практиковать У себя в блоге Что как-то это раскроется В жизнях тех, кто меня сейчас Смотрит и слушает Я со своей стороны сделала все 181 слайд Я не знаю, сколько вышла Итоговая лекция Ну, думаю, что достаточно Все подробно Но при этом в темпе было рассказано Так что я довольна Жду вашу обратную связь Потому на какие еще темы Записать подобные лекции То есть я думаю, что насчет Ну, собственно, создания сторис Можно углубиться Потому что там куча лайфхаков У меня своя методика Своя методология Но может быть что-то еще Что вам интересно было бы узнать Вот, буду с удовольствием читать И жду вас в следующих выпусках Подкаста в том числе Потому что у нас очень классные гости Записываются в этом сезоне Я прям с нетерпением жду Чтобы вы все-все-все посмотрели Что мы для вас создаем С вами была Саша Митрошина Это подкаст «Матерь-бложья» Все о блогинге, о социальных сетях До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»